Привет, дорогие друзья! Меня зовут Женя, а человек, который стоит слева от меня, это Ярослав Бондаренко. Ярослав, сразу вопрос к тебе. Какая у вас должность в компании ХайТек? Я тот человек, который, в принципе, и основал, и сделал, и запатентовал, и рассчитал, и произвожу. То есть я тот, кто делает эти кальяны, тот, кто придумывает новые кальяны. Вот, все мое. Владелец компании ХайТек. Вот вам и ответ. Сегодня у нас будет интервью в нашей рубрике по тренделе за кальяном с владельцем бренда ХайТек. И вам нужно так же сделать. Да. Представляя одну из самых популярных компаний в мире, вы не являетесь медийным лицом. Почему? Потому что моя задача делать классные кальяны, а не быть медийным лицом. Вот. И делать для меня кальяны намного важнее, чем рекламировать самого себя. Потому что, ну, я считаю, что первично это то, что я делаю руками. Хорошо, но если мы возьмем многих производителей, именно премиум сегмента, тот же Десваль. Все знают его в лицо. Он там, на обложках многих журналов, он даже есть в интервью Антона Гайворонского. Это потому что просто какое-то нежелание или вы не думали об этом никогда? Ну, я не задавался такой целью. То есть я делал, изначально я делал кальян как бы для себя. Вот. И не экономляя ни на материалах, ни на ресурсах, ни на работе, я делал кальян для себя. И я был даже как-то несколько удивлен в том, что вот другим людям зайдет такой продукт. Вот. На самом деле, те, которые как бы ценят качество, оно им так и зашло. Вот. И они не ищут, кто такой Ярослав Бондаренко. Они ищут качественный кальян, находят хай-тек. То есть на первом месте кальян, а все остальное это уже… Ну, походу, да. То есть вот я как бы общаюсь с людьми через свой продукт. Исходя из вашего ответа, я понял, что история хай-тека началась из производства кальяна себе. Да. Можно подробнее? Легко. У меня был кальян. Что за кальян? Какой-то нанейм вообще. То есть вот куплен просто в супермаркете, и он меня расстраивал. Вот. У него там какие-то хлопья были, у него сгнила проволока в трубке, у него сгорела чашка периодически, если за ней все время не следить. Вот. Плюс там резинки шахта, то есть вот оно как-то вот его сложно было там переносить там и так далее. Вот. И я задался целью, можно ли сделать такой кальян, который будет лишен этих недостатков. Чтобы это была резьба, чтобы колбал была такой формы, чтобы его было удобно мыть. Возможно ли сделать чашки так, чтобы они не жгли табак. Вот. И посчитал, и оказалось, что можно. То есть вот эта система, которая с металлическими чашками, с металлической шахтой в виде радиатора, она не жжет табак, не дает им перегреться. И у нас есть патент по этому поводу. Получилось сразу добиться результата? Или было много тестовых образцов и неудач? Ну, любая неудача давала какой-то опыт. То есть вот действительно, как бы вот где-то 9 месяцев пришло до того, чтобы получить именно вот эту конфигурацию. То есть я сначала пробовал, не сразу это была нержавейка, это был титан. Но у титана в 9 раз хуже теплопроводность, поэтому как бы вот вернулся к нержавейке, потому что нужно распределить тепло. То есть вот именно нержавейка, именно эта нержавейка, это то, что нужно. Насколько я знаю, у вас сейчас свое производство? У меня всегда было свое производство, да. С самого начала? Да, я до того, как делал кальяны, я делал, занимался изготовлением медтехники, и поэтому я отлично понимаю, что такое материал, что такое стекло, что такое нержавейка, как с ними работать, как они дружат или не дружат между собой. Изначально цель была масштабировать это на мир. И вторая, как скоро у вас продался первый кальян за границу? Изначально цель была сделать кальян для себя. Потом уже действительно идея поделиться с другими людьми, которые поняли этот прикол. Поэтому в названиях это клаб. То есть вот этот клаб, это как-то среда тех людей, которые поняли какой-то прикол друг друга. Которые поняли вот это качество и сказали, окей, да, это оно. Первый кальян за границу был продан на выставке в 2012 году в Москве. Это была продана матовая бабочка. А начали вы продавать в 2012 году тоже? В 2011 году начал. То есть через год, грубо говоря? Ну, там полгода условно. Но это очень хороший результат. Ну, спасибо. А сколько стоит модель, на которой мы сегодня курим? Данная модель стоит 500 баксов. Насколько я знаю, они есть у вас в диапазоне намного дороже. И дороже, и дешевле. Давай покажу. На производство? На производство. Поехали. Погнали. Я специалист. Я знаю все о металле, о стекле, о пластике. Вот. Я много чего знаю о своих кальянах. Я знаю о кальянах вообще в принципе. Мне кажется, что я знаю, зачем они нужны. Кальян объединяет людей. То есть мы наглядно видим, что мы дышим одним воздухом. Это как раньше был тотемизм. То есть люди объединялись вокруг какого-то тотема. Времена проходят, а тотемизм остается. То есть вот есть Динамо, есть шахтер, есть еще кто-то. У них есть свои какие-то тотемные атрибутики. Полиция, армия. У них своя атрибутика. У них что-то свое. То есть вот как, например, люди перед тем, как заключить какой-то договор, идут вместе в ресторан и вместе принимают пищу. И после этого они больше друг другу доверяют. Ничего к этому не следует. Но тотемная мышления, она как бы присутствует. И кальян тоже. То есть вот мы видим, что мы дышим одним воздухом. И мы становимся ближе. Потому что нам не из-за чего ссориться. Нам нечего делить. Хорошо, если вы приходите в магазин, и там есть выбор. Акцизный табак или безакцизный, который дешевле? Что вы выберете? Я думаю, что безакцизный табак более свежий. Вот у него оборачиваемость выше. И поэтому вполне возможно, что он более свежий. Вот. В принципе, да, законы как бы вот нужно. Акциз это тоже, это пенсия чья-то там и так далее. То есть все это хорошо. Но было бы круто, чтобы акцизов были как-то поменьше. Кальян Феррари, заказчик с Индии. Вот под него специально в цвет его машины. Делался этот кальян. Он присылал фотографии своей машины, фотографии салона. И под его цвет машины делался этот кальян. Производитель кальяновых это клаб только я. Это мой бизнес полностью. Возможно, стоит задуматься над медийностью, чтобы люди знали правду. И знали, кто действительно производитель. Ну вот я у вас здесь. Расскажите, что это такое и сколько вообще оно стоит? На самом деле, как ни странно, это кальян. Вот. Ну потому что, в принципе, вы понимаете, куда вы пришли и знаете, что это должно быть именно оно. Это можно посмотреть с разных сторон. С одной стороны, это громадный кусок работы. Это 6-мм нержавейка, на полировку которой ушла неделя работы. Технология хай-тековская. То есть, это чашки, которые не жгут табак. То есть, здесь тепло распределяется на шахту. Здесь нет резинового поплотнения. И вот оно герметичное. И табак здесь не горит. То есть, этот клейн, который классно курится, как и все хай-теки. Здесь качественные материалы. Это буросиликатное чешское стекло. Это индийская нержавейка. Здесь оригинальные кристаллы Сваровской. Действительно оригинальные. Есть на них документы. Вот эти вот все. Да, их здесь около 8 тысяч штук. И клеились они один по одному. То есть, это не полотно, которое резалось и вклеилось. То есть, вот вы видите... А можно я поверну так? Да, пожалуйста. Просто, чтобы понимали, они идут по периметру. Да, здесь около 8 тысяч оригинальных кристаллов Сваровских. И работа по вклейке заняла месяц. Вот. И теперь после этого можно назвать цену. Цена этого прибора 3 тысячи долларов. А на него есть покупатель? Да, на него есть покупатель. Классно. Ладно, я тогда не буду трогать. Если что, вы поставите его же на. На самом деле, он еще и прекрасно курится. Кроме того, что красив, прекрасен. А на нем уже курили? На данном вот этом нету. Новый он делается под заказчика. И заказчик, соответственно, на нем будет курить. Я не продаю бушные кальяны. То есть, он новый. Но это не первый кальян. Мы такие делали. И на них курили. И курят. Но уже без кристаллов. Нет, почему? Такие же. С кристаллами? Да. Придает какой-то статус. Статус, когда курится кальян за 3 тысячи долларов. Я думаю, безусловно. Безусловно. Ну, во-первых, это уважение. То есть, когда человеку выносит такой кальян, это реально круто. Вот. Я считаю, что кальян должен стоить денег. Потому что покурить его стоит денег. Вот. Соответственно, это как... Ну, для них... Ну, это как средство производства. То есть, вот люди покупают кофемашину за 15 штук в кафешку. Вот. Получается, там чашечка кофе за 30 гривен, условно. Вот. То же самое. То есть, у нас есть реально крутое средство производства. То есть, у людей есть кальяны, которые работают, приносят денежку. Вот. И то, какие кальяны определяют уровень этого заведения. И их отношение к своим гостям. Потому что человек, который уважает своих гостей, он старается для своих гостей. Он покупает что-то для них хорошее, лучшее. Вот. И это один из этих аппаратов. А сколько подобных, скажем так, лакшери, премиальных продается в год? Примерно. Может быть, 3, может быть, 5. То есть, вот таких немного. Несколько единиц в год? Да. Да. Ну, их много и сделать нереально. Потому что очень много работают. То есть, условно, просто по производству выгоднее что-то делать то, что делается быстрее и больше. То есть, вот здесь, это именно такая вот изюминка, которая вот... То есть, условно, его не так выгодно делать, как что-то дешевле, проще. То есть, вот, времени занимает очень много. Хорошо. А есть что-то более приземленное по ценнику? Да. Ну, вот. Вы, в принципе, показали самый дорогой кальян. Вот эти все, они дешевле. То есть, вот, вот такие вот матовые. То есть, та же самая технология. Табак не горит. Вот это пиццово. Вот. Для тех, кто любит курить на природе, или с кальяном ездить в гости, там, или, вот, или в любимый ресторан со своим кальяном. Вот у нас такая новинка, это кальян travel. Вот, он идет в комплекте с сумкой. Вот. И он разбирается и становится обычным кальяном. Ну, то есть, необычным, таким же волшебным. Это хай-тек. Это он в колбу помещается весь. Да, он помещается весь в колбу, который потом помещается в сумку. Вот. И... Крюно. Как бы, вот, очень крутой вид. Вот. Я думаю, с ним очень весело ездить через, там, там, самолетом, например, летать куда-то, путешествовать, смотреть. А сколько он стоит? Стоит он 430 долларов. Вот. Вот вместе с шлангом с немецкого силикона, с американской плеткой. В том числе, это буросиликатное чешское стекло. Это индийская нержавейка. И это громадное количество работы. И это крутое качество, которое, как бы, вот, ну, люди достойны хорошего качества. Я согласен. А если вдруг вот это стекло, вот это стекло, вот это стекло, оно разбивается, колбу эту ты не купишь отдельно? Почему не купишь отдельно? У вас только, правильно? Ну, да. Доставка по всему миру. Ну, ну, как бы, да. Все просто, колба стоит 50 долларов. А где шланг? Так вот он. Вот. То есть, вот у нас есть отдельный карман для шланга, ну, штука, там же, вот, туда кладется пульт, там, вот, и все, 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 все. Хочется. Вот. Шланг в оплетке. Вот. Оплетка это очень, на самом деле, классная штука. Она не дает схлопываться трубке, и в результате можно использовать более тонкий силикон, и он эластичный. Он все равно не будет переламливаться. Ну, какие-то, какие-то больше углы он выдерживает, вот, таким вот образом. При этом, еще очень интересная штука, о которой никто обычно не говорит, что силикон электростатичен. То есть, на обычный силикон, который вот используют фактически везде, липнет волосы и пыль, потому что он электростатичен. Вот. В нашем случае у нас силикон в оплетке, который является экраном, и он остается чистеньким, приятным, вот, и без всякой такой штуки. Хотите, могу собрать, показать. Клево, давайте. Клево, давайте. Клево, давайте. Очень крутая реклама. Сколько она стоит, если не секрет? Заказывал я ее своему товарищу. Мы с ним учились вместе в политехе, вот, поэтому это пол прайса от того, что это делают в Украине. Это стоит 30 долларов в секунду. 30 долларов в секунду? Я не уверен, что будет качество лучше. Делалось в Польше. Это, наверное, один из самых дорогих бюджетов на рекламу вообще в Украине. Вопрос тогда. Почему такая крутая реклама, и я ее нигде не видел? Ни на Ютубе, ни в Инстаграме, ни в Телеграме. Вложив столько денег в такой крутой ролик, вы его нигде не пушите в сети. Я думаю, что вы его не видели по одной единственной причине. Вы на меня не подписаны. Подпишитесь, вы его увидите. И все другое. И новинки, которые мы делаем регулярно, и какие-то девайсы. Давайте тогда сделаем следующим образом. Что у вас есть? Инстаграм? Инстаграм, Фейсбук, Ютуб. Ютуб. Сайт. Друзья, если вдруг кто не видел эту крутую рекламу, есть еще что-то подобное? Ну, анимации нет, но есть классная фотография с красивыми людьми. Все мы прикрепим в описании к этому видео. Если вдруг вы не подписаны еще на производителя и хотите узнать что-то о нем больше, и быть в курсе всех новинок, то переходите туда и подписывайтесь. Учитывая ваше направление, более премиальное такое, у вас и клиенты необычные. Волшебные. Волшебные. А с кем тяжелее всего работать? Ну, может быть, с Индией, потому что у них сложный английский, такой хиндиш, английский, индийский язык. И с ними всегда очень много переписки. Это 30 страниц переписки. Но если это выдержать, то, в принципе, клиенты очень благодарные, которые заканчиваются, бро, когда ты к нам приедешь, мы с тобой вместе хотим кальян покурить. Возможно, вам запомнилась какая-то одна такая история, не знаю, клиент просто, которого вы постоянно вспоминаете. Есть такой? Да, есть потрясающий человек Александр. Он коллекционирует наши кальяны, у него есть фактически все наши модели. Плюс он иногда еще заказывает какую-то эксклюзивку. То есть вот я хочу вот в виде там, в автомобильной тематике. И поскольку я очень сильно уважаю этого человека, я сажусь и рисую в автомобильной тематике, и это запускает новую линейку наших кальянов. Я очень Александру за это благодарен. И всегда с ним очень приятно. Просто заезжает покурить. А чертежи, вот вы говорите, рисуете, вы все проектируете сами? Да, карандашом. То есть, например, если я рисую на автомобильной тематику кальян, я изучаю концепт автомобилей и рисую их. То есть я набиваю руку и ловлю вот эти вот линии основные. То ли это фары, то ли это какой-то контур, или это чертеж двигателя, да, то есть как там поршня, как там колодцы охлаждения стоят. Для того, чтобы понять, как думали те инженеры, которые проектировали автомобиль. И тогда вот в ихнем потоке можно сделать что-то такое, что это будет кальян, и он будет перекликаться с оригиналом. Погружение. Погружение, да. Что служит вдохновлением для этого? Часто бывает, когда куда-то далеко за границу покупают кальян, а потом, то есть они проходят такой трип, то есть надо прислать предоплату в Украину. Что знают об Украине, например, в Бразилии? Коррупция, война, Кличко. Как бы вот боксер, Шевченко-футболист. Ну, понятно, природно они несколько стремаются, вот не обманут ли их там и так далее. Вот потом они получают кальян, и когда они после этого сразу шлют фотографии, сразу вот, вот, спасибо, да, круто, вот не ожидали, что это будет настолько ярче, чем это на фотографии, вот. Это очень сильно подпитывает. Я думаю, тут больше подойдет слово не трип, а квест, наверное, для покупателей. Это именно квест. Хорошо, я предлагаю сейчас немного отойти от общей тематики и перейти на техническое, на производство. Вы бывали когда-то на других больших производствах кальянов? Например, МИК. Нет, не было. Но я отлично понимаю, что там происходит. То есть, вот, есть стандарты обработки металла, есть стандарты обработки пластика, стекла там и так далее. Я знаю, как это все происходит. И, в принципе, там не используются другие технологии, как при изготовлении каких-то других штук с тех же самых материалов. Возможно, вам хотелось бы добиться такого же качества. Почему я вспомнил за миг? Ведь они являются эталоном. Не только по качеству кальянов, а также и по самому производству. Хотелось ли вам бы в будущем, возможно, выйти на их уровень? Я вот не уверен в этом. Вот мне очень нравится видеть того человека, для которого я делаю кальян. Ну, это очень круто. То есть, вот, просто делать какой-то завод безликий, который будет штамповать вот как-то вот просто какие-то цифры, какие-то деньги, ну, это не прикольно. То есть, ну, всех денег не заработаешь и не нужно. Вот, мне важно вот именно вот общение с этим человеком, вот этот фидбэк, вот то, как он, вот, потом рассказать, как забить чашку, как вот можно использовать другую чашку, там, третью чашку. Вот, у нас очень большая линия аксессуаров, как курить на две трубки, на четыре трубки. Вот, это возможно, это хорошо стоят клапана, вот, все это продумано. Вот, и делать поганаж, уменьшать себестоимость, вот, ради покорения такого сегмента масс-маркета, ну, мне не прикольно. То есть, вы один из тех людей, которые считают, что в кальян закладывается душа? Ну, в моем случае, да. Это очень похвально. Хорошо, а хай-тек, вообще, это что для вас? Основная работа, хобби, моральное удовлетворение? Мой метод общения с миром. Вот, то есть, я для мира приношу что-то, что-то новое, что-то свое, и мир меня как-то вот оценивает, то есть, он меня понял или где-то не понял, вот, и я как-то стараюсь там улучшаться, делать что-то новое, вот, что-то яркое. А что кроме кальянов? Есть, возможно, какое-то хобби или увлечение, которое помогает подпитываться энергией, чтобы дальше производить? Футбол, возможно? Какой-то другой спорт, фотографии? В доковидное время это было путешествие, вот, то есть, вот, смотреть, изучать культуру других людей, как бы, вот, понимать какие-то их проблемы, их мир, их взгляд на мир, то есть, вот, люди одинаковые, разные одновременно, вот, что подпитывает? Ну, у меня сын маленький, вот, это очень круто, это то, что мне дало новое понятие времени вообще, то есть, вот, ощущение времени было раньше такое, что, типа, вот, как-то все развивается, но при этом переходит в новую плоскость, но время, в принципе, и время увядания. А здесь ребенок, для которого каждый новый день это все лучше, лучше, ярче, что-то новое, какое-то новое слово, вот, семья, да. А вы планируете в будущем, возможно, передать свое дело сыну? Или не хотите, чтобы он был связан с кальяновым? Ой, я думаю, что это будет его, ну, это, это ему решать. Давайте вернемся к путешествиям, вы говорите одно из хобби, путешествия. Ну, да. Кальяны хай-тек представлены по всему миру. Когда вы приезжаете в какую-то страну, вы задаетесь вопросом, а есть ли здесь мой кальян, или вы не обращаете на это внимание, а самое основное, это получить впечатление какое-то от, просто от вида, насладиться вот красотой? Ну, конечно, меня кальяны интересуют, то есть вот, например, при поездке в Турцию я встретился с человеком, который у меня покупал кальян, мы вместе с ним покурили кальян, пили чай, там, вот, вот все, и при этом на следующий день я увидел на турецком базаре поделку на хай-тек, вот. А какая была ваша реакция? Я порадовался, то есть вот, что, что оно такое нелепое, то есть вот это китайщина, вот, вот эти там колбы на притирке, условно, оно какое-то, оно сделано с оцинкованного металла, то есть там тоненькие ножки. А как же вот этот негатив, как вот я вложил в это душу время, деньги, кучу всего себя, и тут какой-то чувак просто берет и продает, по сути, то же, что сделал я, только намного хуже. Это вообще не то же, это реально намного хуже, то есть оно, ну, в нем нет ничего, то есть это просто, ну, продукт, который, за которым ничего не стоит. Хорошо, то есть не было вообще ни злости, ни негодования, просто спокойно посмотрели и все? Нет, я пофотографировал. А, я брошюрку оставил этим ребятам, они были очень озадачены. Чтобы знать, как делать лучше. Да. А задумались ли вы о производстве табака премиального класса? Как-то да, нет, то есть я бы хотел научиться делать крутой табак, но чисто для себя, то есть торговать табаком я не хочу. Так же, как и кальяны, вначале для себя, а потом... А потом посмотрим, да. Но на примере того же Дес Валя, он делает супер премиальный табак с крупицами золота и люди его покупают. Те же, которые берут у него его кальяны. Возможно, стоит подумать в этом направлении. Ну, может быть, но не так, как Дес Валя, как-то по-своему. Ярослав, я все интервью смотрю на ваши руки. Скажите, вы лично принимаете участие в каких-то производственных процессах? Да, конечно. У меня есть сотрудники и я должен им задавать качество. То есть, он должен показать, как я это вижу, то есть, до тех пор, пока они меня не перерастут. То есть, если приходит новый сотрудник, я сажусь вместе с ними, сверлю детали, показывая, на каких оборотах, что, как, какая должна быть поверхность, какая поверхность внутренняя, отверстия, вот, и так далее. То есть, пока он не будет делать так, как я. Ну, я задаю стандарт. Я за него отвечаю. И все это для сохранения качества, правильно? Безусловно. Поэтому все, фактически, почти все оборудование свое. То есть, вот, свой цех, своя шлифовка, своя полировка, потому что, нигде на стороне такое качество не сделают. Хорошо. Кальяны. Сколько стоит самый дорогой кальян, который был произведен у вас за все эти года? Это кубок с 8 тысячами Сваровских, которых вы видели. это 3 тысячи долларов, это просто уйма работы, это громадная себестоимость. То есть, там, ну, все по-честному, все цены очень честные, то есть, там, цена отвечает вложенным усилиям и материалам. Не сомневаюсь. Хорошо. Премиальный сегмент, дорогие кальяны, и очень важный вопрос, который интересует, наверное, всех. Сколько вы зарабатываете с производства хай-тек? Я не знаю, я не считал. Хорошо, давайте тогда... Я просто, я делаю свое дело, делаю его максимально хорошо. Окей. Событие 2020 года. Ковид. Ковид. Сильно пошатнул он производство кальянов хай-тек? Нет, он его несколько переориентировал. Стало намного меньше заказов в рестораны и стало больше заказов в частные руки. Потому что люди перестали ходить в рестораны, в кальянки, но они продолжают хотеть курить кальяны, и они курят их дома. То есть, у вас продажи не упали? Нет, в этом году нет. И есть еще. Когда вот сейчас люди, когда они долго отсиживались от бизнеса, отдыхали, у людей появилась энергия на развитие. То есть, они ждут вот этого момента, когда вот можно будет. И начинают что-то об этом думать, обновляться, вот брать новый парк там и так далее. Финальный вопрос. Альфакер или Нахла? Альфакер. Почему? Потому что у Альфакера есть те вкусы, которые никто не победит. видел. Вот. Альфакер гуава, альфакер виноград мне очень нравится. Вишня у них крутая. То есть, ну, это как для меня. Ну, и еще такое, что я когда беру пачку Альфакера, я знаю, какой он вкус даст. То есть, вот повторяемость этого табака, она мне очень нравится. Ну, а теперь розыгрыш. Ярослав, что вы к нам привезли и что мы будем сегодня разыгрывать для наших зрителей? Я предлагаю разыграть щипцы. Вот. Щипцы невероятно крутые. Вот. Вот такие. Они зубатые, они с зубами внутрь, ими прекрасно хватать просто все, просто как угодно. Вот. Хорошие щипцы это безопасность дома, чтобы с них угли не вылетели. То есть, плюс здесь есть шило, как бы, все это очень удобно. С этого видео мы знаем, что хай-тек производит одни из самых качественных вещей. Я думаю, что щипцы, кстати, у меня есть такие же. Да, мне подарил их Honey Badger, и я скажу, что это как минимум уникально. Я предлагаю сделать следующим образом. Друзья, оставляйте под видео любой комментарий, ставим лайк, подписываемся на канал и подписываемся на инстаграм High Tech Club. High Tech Club. Буду очень рад вас видеть. И через несколько недель в одном из следующих видео, которые выйдут, мы разыграем вот эти вот щипцы. Кстати, когда они вышли? Ну, золотые мы делаем где-то год, а серебристые ну, уже очень давно. Вот. И мы найдем счастливчика, который получит себе вот эти вот клевые золотые щипцы. И они чистые, они без гравировки, то есть, мы здесь сделаем еще какую-то гравировку победителя. именную гравировку. Именную гравировку. С именной гравировкой. Я считаю, что это вполне отличный приз, поэтому, друзья, участвуйте. Я очень надеюсь, что этот выпуск был для вас полезен. Ярослав, огромное спасибо, что вы нашли время приехать к нам. Это было очень интересно для меня узнать кучу всего нового. И теперь, как минимум, мы знаем, кто настоящий производитель компании Hitec. Во всяком случае, я. Я. Друзья, спасибо. Всем пока. Всего хорошего.